Дорогие девушки, здравствуйте! В одном из своих видео, где я рассказываю про то, как скорректировать мешки под глазами, темные круги, как убрать морщинки, это видео вы можете посмотреть на моем канале, ссылка под этим видео. И очень много вопросов по поводу консилеров, хайлайтеров. Я знаю, что до сих пор многие из вас путаются, что же это такое и как правильно подобрать. И как решить, опять же, конкретную задачу. Потому что эти средства, консилеры, они делятся по трем, скажем, видам плотности. Поэтому в зависимости от того, какая у вас зона вокруг глаз, насколько явно проявлены синяки или, может быть, достаточно выразительная отечность, нужно правильно выбрать консилер, который будет очень здорово помогать вам в решении этой проблемы. Как я уже сказала, есть три основные текстуры. Те текстуры, которые достаточно плотные и очень хорошо маскируют, ну, практически любую цветовую проблему. И такие консилеры, они очень хороши для фото, видео, на каждый день, я уверена, вам будет с ними некомфортно. Есть консилеры, у которых средняя плотность, они могут хорошо скорректировать теневые зоны, и при этом они не будут слишком заметны. И есть те, которые как раз называются консилеры, хайлайтеры, которые имеют легкую подсветку, вот ключевой это легкую подсветку, которые создают эффект немного такого внутреннего свечения, что позволяет как раз скорректировать объемы на лице. Это касается мешочков, это малярные мешки и, конечно же, носогубные складки. Здесь представлены разные бренды, и российские производители, и профессиональные марки, масс-маркет, люкс-бренды. В каждой марке есть такие прекрасные средства, которые для разных задач. В некоторых марках представлено одно-два средства, где-то три-четыре. Значит, они отличаются, как я уже сказала, по плотности. Как правило, самые плотные консилеры, они идут вот в такой вот упаковке. То есть у них шикарная покрывающая способность. Чаще всего это используется для тех, кто, не знаю, стоит на сцене, для фото, для видео, для жизни это будет очень заметно. Поэтому, как правило, девушкам на каждый день я такие средства стараюсь не предлагать. Есть тоже достаточно плотные консилеры, но смотрите, вот в такой упаковке, как стик. Вот, например, Байтери, и здесь, видите, смотрите какой, он как карандаш. Такие средства чаще всего, чаще всего бывают пудровые. Что значит пудровые? Во-первых, посмотрите, какая маскировка, то есть он очень хорошо перекрывает кожу. И когда вы растушевываете, может быть, средство достаточно мягкое, очень хорошо растушевывается, но потом фиксируется. И есть такое даже ощущение, что как будто бы немножечко припудрено. Такое средство для зоны глаз я не рекомендую использовать, потому что подчеркнутся все морщины. Буквально через 5-10 минут вот эта кремовая текстура, она исчезнет, а пудровая останется. Поэтому очень часто бывает, что вы наносите такие средства, и в итоге вы видите, что каждая морщинка подчеркнулась, и вам не нравится эффект. Такие консилеры, они больше предназначены для маскировки, например, там отдельного прыщичка, там, не знаю, пятнышка пигментного, но никак не для зоны глаз. Следующее средство, они представлены вот в такой достаточно большой упаковке, то есть здесь объем большой, приблизительно от 6 до 9 мл. Такие средства, они бывают разные по текстуре. Они бывают также пудровые, как предыдущее средство я показала, а также они могут быть очень мягкие и нежные. Что значит мягкие и нежные? Вы берете, наносите на руку, начинаете растушевывать, и такое ощущение, что они прям как будто бы как кремчик такие, пропитанные увлажняющими средствами. И очень хорошо распределяются, и такое впечатление, что даже немножечко питают кожу. Вот такие средства, они менее заметны на коже. Поэтому, если у вас, например, есть морщинки, то такой консилер, он помимо того, что замаскирует визуально, например, какие-то теневые зоны, но при этом скорректирует еще и морщинки. Вот из любимчиков, да, вот мне в принципе нравится неплохой, это Manly Pro. Еще один из моих фаворитов, это BB Airborne, он вообще всегда только одного цвета, не продается в продаже, там несколько оттенков. Если в других марках есть по несколько цветов, то здесь, посмотрите, он как бы даже немножечко подстраивается. И вот у него текстура, она прямо, знаете, такое, как топленое масло. Очень приятно на коже и маскирует. У него легкое покрытие, легкое, это, соответственно, если синячки под глазами ярко выражены, то такое средство, к сожалению, не замаскирует синячки. А если они незначительные, и вам нужно наоборот придать коже тонус, потому что есть много мелких морщин, то вот это средство, оно еще немножечко как подсветка. Вот что значит подсветка? Подсветка, то есть в целом средство матовое, но есть ощущение внутреннего свечения. Так вот, следующая категория средств, которые называются консилеры, хайлайтеры, они чаще всего идут вот в таких вот упаковках вместе с кисточкой. Их достаточно много, есть в разных марках, в люксе, в масс-маркете, то есть купить такое средство не проблема. Дело в том, что сейчас тоже очень быстро, что снимается с производства, поэтому иногда вы покупаете, вам нравится потом раз уже и не приобрести. Например, возьмем Диваж. Вот этот консилер, он здесь написано Luminoise, то есть это, или еще Brightening, то есть это с эффектом подсветки. Вот они, вот эти консилеры, которые имеют эффект легкого свечения, что дает возможность корректировать малярные мешки, мешки под глазами, носогубные складки. Потому что вот эти консилеры, они очень тоненькие в нанесении. Значит, видите, даже средство тут у меня вот его немножечко вытекает. Вот так вот делаете, и изнутри выходит количество консилера. Теперь наносим на руку. Сначала я всегда наношу на руку, но в прошлом видео я как раз об этом говорю. И потом вот аккуратненько наносите на зону теневую, где нужна именно подсветка. Нанесли, посмотрите обязательно ролик предыдущий. Растушевали. И получается, что средство, в чем его прелесть, оно подтаивает на коже и вообще его не видно, абсолютно нет текстуры. Но есть подсветка. В этом и прелесть вот этих всех консилеров, хайлайтеров. Например, другой бренд Makeup Forever. Здесь тоже написано вот это слово Luminizer. То есть это тоже средство, которое дает вот такую же подсветку. Тут мы нажимаем вот таким образом. Выходит средство. Сначала опять же на руку. И потом уже наносите на теневую зону. Например, носогубные складки. Поэтому вот такие вот консилеры, хайлайтеры, они великолепно тают на лице. И не образуют в складочке носогубных, например, вот эту вот текстуру. Потому что текстур растаяла, а подсветка есть. Это Tom Ford. И здесь как раз написано Illumination, Highlighter, Pants. Экля, то есть как раз для свечения. Принцип тот же самый, как и у предыдущих средств. То есть легкое покрытие. И посмотрите, здесь по цвету он идет немножечко такой, как розоватый. То есть вот эти полупрозрачные средства с эффектом внутреннего свечения. Они не блестят, как нарядные хайлайтеры. Вот эта подсветка, она еле-еле заметная. Видите, получилась такая прям полоса светлая. Теперь, смотрите, вот, например, у меня Isadora. Тут тоже написано Brightening Cushion Concealer. То есть Cushion это, видите, вот такой вот здесь спонжик. И таким спонжиком, конечно, сделать ювелирную работу, но очень тяжело. Я обычно это делаю таким образом. Я наношу вот так вот, смотрите, видите, на кожу. А потом, когда мне нужно прорисовать деликатно, например, носогубные складки или скорректировать малярные мешочки, я беру тоненькую кисточку. Вот можно вот такую, вот у меня тут замечательная эссенс. И вы старайтесь прорисовать прямо четко в носогубную складку. По цвету, видите, бежевый. Розовый будет хорошо цвет, у кого синячки или теневая зона серого, коричневого цвета. Если у вас синячки под глазами синие, с фиолетовым подтоном, то тогда будет лучше, если у вас будет вот этот консилер-хайлайтер бежевого цвета, бежево-персиковый. И вы наносите кисточкой, то есть вот консилер-хайлайтер, вот этот замечательный садор. Но спонж неудобный вообще. Я наношу кисточкой, пальчиком потом растушевала, у меня получилась вот эта вот подсветка, и вот она ювелирная работа. Видите, и здесь очень хорошо видно, что тут вот розовая линия, вот здесь у меня такая, видите, бежевая. Но при этом, еще раз повторю, очень тоненькое нанесение, соответственно, у вас морщинки не нарисуются, не провалится это средство, оно просто подтает. Сейчас еще появились вот, например, такие консилер-сыворотка, вот тут написано, серум, а это NYX. Большой достаточно объем, здесь у нас практически 10 миллилитров. Такое средство можно использовать для зоны вокруг глаз. В чем прелесть сыворотки? Сыворотка это средство, которое будет очень-очень тонкое при нанесении. Опять же, вы наносите на кожу, потом сначала на руку, затем немножечко растопили на руке, а потом уже на зону вокруг глаз. Вот такими аппликативными движениями. И вот эти современные средства, в чем их прелесть, они сейчас очень тонкие по текстуре, при этом увлажняющие, подтаивают и хорошо выравнивают зону вокруг глаз. Значит, при выборе консилера, что нужно учитывать? Насколько у вас темные круги под глазами? То есть они могут быть ярко выражены, соответственно, вот такие вот полупрозрачные средства, они могут не скорректировать. Вы нанесете, а толку никакого. Поэтому вам, скорее всего, нужны средства, у которых будет покрытие поплотнее. Например, вот, допустим, инфлюенс. Видите, здесь совсем другая уже кисточка. То есть, опять же, вы наносите на руку, затем набираете или пальчиком, или уже своей собственной кисточкой и наносите на синячки. Вот такие консилеры, у которых, видите, хорошая покрывающая способность, очень прекрасно маскирует. Вам нужно подбирать не под цвет синяков, например, да, я имею в виду, там, как нейтрализатор, а под цвет кожи. То есть основной тон кожи, вот он у вас, вот здесь у вас синячки. И чтобы не было вот этой разницы, вы подбираете консилер под цвет кожи. Но имеется в виду кожа, которая уже, например, там, с тональным кремом или с пудрой, когда уже цвет лица вы выровняли, и он красивый. И тогда консилер идет как продолжение вашей красивой кожи. И так как у него хорошая маскирующая способность, он закрасит любого цвета синячки под глазами. И таким образом у вас получается однородный тон кожи от самых ресниц и дальше, как бы, по зоной вокруг глаз, щечки и так далее. Вот, поэтому плотность консилеров выбирается в зависимости от проблемы и состояния кожи. Консилеры с кисточками нужны для того, чтобы снивелировать мешочки под глазами и глубину убрать. Консилеры, которые как будто бы как маслянистые, помогают закрасить теневую зону и смягчить морщинки, то есть делать их более такими мягкими, соответственно, они будут смотреться более разглаженными. И консилеры, которые имеют хорошую покрывающую способность, вы подбираете под цвет кожи лица и маскируете уже чуть более плотным тоном, и у вас не будет видно теневых зон под глазами. Вот разные есть производители, и вы в зависимости от вашего бюджета, вот, например, Беллардизайн, можете найти средство, которое будет как раз решать конкретную задачу. Вот Беллардизайн тоже очень мягкая текстура, он с таким, как бы, рассеивающим эффектом. Что это такое? Это, опять же, в состав входят такие микрочастички, которые создают эффект подсветки. Поэтому морщинки, они как бы остаются на месте, они никуда у нас не денутся. Но такое впечатление, что они немножечко рассеиваются и становятся менее заметны. Давайте покажу сейчас на примере модели. Вот пример, посмотрите, какая красивая женщина. Это модель с моего базового курса, ей 73 года. И обратите внимание на зону вокруг глаз. У нее есть припухлости, нету ярко выраженных синячков под глазами, то есть есть объем и есть глубина. Вот глубина, вот глубина и вот в этой зоне. Наша задача как раз постараться выровнять, убрать глубину. Таким образом мы скорректируем вот этот вот объем, который сформировался вот в этой зоне. Поэтому для этой задачи подходит консилер-хайлайтер, который создаст эффект подсветки. И нужно будет нанести совсем чуть-чуть, вот кисточкой тоникой, вот в эту зону подсветить, вот в эту зону подсветить. Внешний уголок глаза и этим же консилером легко можно прорисовать чуть-чуть под ресничками. Все. То есть получается, что мы даем подсветку в глубине, которая находится вот как бы вокруг объема. Таким образом мы делаем менее заметный объем. Вот посмотрите фото после. Обратите внимание, насколько нежнее смотрится вот эта глубина вокруг глаз. Зона практически не привлекает внимания. Менее заметные стали припухлости под глазами и, соответственно, глубина. И здесь выполнен макияж глаз, брови. Так, чтобы создать вот этот эффект лифтинга. И так как весь фокус внимания ушел на вот эту вот верхнюю часть века, то ярким и выразительным становится именно вот эта зона, а не зона вокруг глаз. Поэтому очень важно для того, чтобы подчеркнуть красоту глаз, скорректировать зону под глазами и сделать фокус внимания на верхние века. И даже если посмотреть достаточно близко фотографию, то можно увидеть, что здесь консилеры не видны. Вот таким вот образом можно добиться вот такого естественного эффекта. Еще один вариант. Обратите внимание, у данной модели зона вокруг глаз, она имеет темный пигмент. То есть синячки, они такого немного коричневатого цвета. И кожа достаточно тонкая, хрупкая, что здесь, конечно, требуется более деликатное нанесение текстуры, нежно. Иначе получится перегруз нижнего века и все прорисуется, каждая морщинка. В таком случае нужно выбирать консилер, который будет по текстуре очень легкий и нежный. Это консилер хайлайтер. Чтобы скрыть именно коричневый пигмент, это будет консилер с розоватым пигментом. Он даст немножечко подсветку. И таким образом можно будет полностью скрыть зону вокруг глаз. Значит, что нужно сделать? Нужно нанести строго только вот на эту часть, то есть там, где есть цвет. Вот таким вот образом. Как только вы нанесете этот консилер и растушуете вот на эту зону, после вот этой глубины, там, где кожа более ровная по цвету, у вас не будет никакого результата. Поэтому здесь вот очень важно, вот эта ювелирная работа, не залезать вот на ту часть кожи, где она выглядит более ровной. Иначе вы не увидите результат и будет перегруз. И вот, пожалуйста, эта же модель. И обратите внимание, насколько нивелировались. Конечно, совсем не исчезли, глубина осталась. Ну, ничего тут уже не поделаешь. Но при этом все равно зона вокруг глаз смотрится более светлой. Выровнялся рельеф, то есть вот этот вот переход от зоны века к щечкам. Нет вот этого контраста. Для того, чтобы еще сделать менее заметную вот эту вот зону коричневого цвета, нужно перенести фокус, внимание, на верхнее веко, на ресницы. Сделать их более выразительными. А вот посмотрите, две фотографии до и после. Это девушки с моего базового курса по макияжу для женщин. Там я как раз подробно рассказываю, показываю, как можно скорректировать зону вокруг глаз. И не только, естественно. И посмотрите, какой наглядный пример. Когда можно с помощью консилера или консилера-хайлайтера грамотно сделать корректировку зоны вокруг глаз, что не будет заметно ни текстуры, ни проблемы. Теперь, когда вы будете приходить в магазин тестировать консилеры, консилеры-хайлайтеры, вам будет уже проще разбираться в текстуре. И с учетом именно той задачи, которая есть у вас, то есть что вам нужно скорректировать, возможно, вам понадобится одно средство, а может быть, вам понадобится два средства, для того, чтобы у вас получился хороший результат. Поэтому я надеюсь, что это видео вам было полезно, и вы теперь больше будете разбираться в текстурах и в названиях, и сможете для себя грамотно подобрать средства для зоны вокруг глаз. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте в комментариях под этим видео, и я с удовольствием сделаю еще несколько роликов на те темы, которые вас больше всего интересуют. Спасибо за внимание. До новых встреч.